Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Американский Конгресс, так и не продлив время своей работы, постарался трампист, ну а не трампист, но близкий к трампистам Майк Джонсон, лидер Конгресса, спикер, они не продлили работу и ушли на рождественские каникулы. Как мило, Украина заливается кровью, а Конгресс ушел отдыхать, и не проголосовав ни за, ни против, вот этот пакет помощи. Ну, напомню, что там не только помощь Украине, там помощь Израилю, помощь Тайваню. И самый больной для них вопрос, это мексиканская граница, ничего из этого не проголосовано, нам болит наша, Украина, поскольку это все один закон, да, и они спокойно пошли отдыхать. Ребята, ну, посыпать голову пеплом тоже не стоит, почему? Потому что они все равно его проголосуют, тут сомнений нет, поскольку другого законопроекта у них нет, другой законопроект подписан быть не может, соответственно, они этот проголосуют, но, может, его еще будут редактировать несколько, и еще предстоят переговоры. Переговоры, в основном, я уже рассказывал, самые горячие споры, это по поводу мексиканская граница, они так и не прошли окончательно к какому-то выводу, вот, собственно говоря, поэтому и ушли на каникулы. Думаю, что все это время будут созваниваться, однозначно утрясать эти вопросы, в январе проголосуют. Ну, вот как-то так, в принципе, помощь идет, еще и американская, будет еще один пакет военной помощи от штатов, если надо, будет еще срочная помощь от штатов, то есть особой проблемы это не вызывает, плюс европейские, надо сказать, что наши европейские партнеры действительно стараются, и Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Чехия, Польша, то есть делают очень много, присылают очень много того, что нам нужно, и Германия, конечно, извините, Германию как-то... Германия в первую очередь, от Франции должен быть сейчас пакет, поэтому сказать, что все кошмарно, нет, конечно, ну, просто хотелось бы, чтобы Америка, как говорится, не дарила, знаете, хорошее настроение Путину, или там лицу, которое сейчас из себя представляет Путин, не знаю, кто это там у них на Новый год, но, видимо, эта сволочь будет там в бункере радостно похлопывать своими ушами по плеши, поднимая бокал вонючего шампанского, что ему там принесут, а может и хорошее принесут ему, а он же не пьет российского, он-то пьет западное шампанское, с Францией, наверное, ему привезут каким-то, какой-то контрабандой, ведь известно вот эти все кремлевские упыри, в то время каких народ, вот скажем, помните, как они сами организовали себе блокаду в Ленинграде, и пока народ дох с голоду из-за этой блокады, Жданов и вся коммунистическая верхушка зажирались красной икрой, семгой, омарами, раками, это все они жрали, а самое интересное, они тогда еще и очень много выменяли, эти же нищие голодные ходили, жрать хотели, умирали тысячами, а они, знаете, что делали, они ходили, а у них было полно жратвы, этих же коммуняк, и они, значит, выкупали предметы искусства, выкупали золото с тем, чтобы после войны уже развернуться, и очень многие развернулись, тот же Жуков, но не был, но просто Жуков, это из Жуков, Зыкина, это вот самые мерзкие такие мерзавцы, которые на этом всем, да, на мародерстве подвязались, а так Жданов, вот эта вся публика, как раз оттуда, вот, ну, то есть ничего тут нового, как говорится, в этих вопросах нет, ладно, вернемся к нашим баранам, понятное дело, что для нас неприятно, что они не проголосовали до нового года, дальше проголосуют после, но тут особой проблемы нет, я вам просто дам сейчас, понимаете, смотрите, у нас в любом случае есть союзники, есть партнеры, я вам просто сейчас дам небольшой такой пример, чтобы вы не сильно кипишевали, и что вообще нужно делать, смотрите, у нас худо-бедно за нас стоит практически весь мир, ну, кроме Уганды, там, Буркина-Фасой, еще кого-то там, да, вот если взять Израиль, я вам сейчас напомню, там, война 47-48 годов, когда на них со всех сторон там сунули, давили, страшное дело, кто тогда помогал? Ну, Советский Союз, ну, не Советский Союз, а Чехословакия тогда была, с разрешения СССР передали какое-то там определенное количество оружия, да, потом, вот, Штаты не помогали, нет, нет, вообще, вы что, нет, конечно, 56-й год, тоже не Штаты, вот у них война была, да, кто там, английские танки были, там, французские были, миражи у них, да, то есть, тоже не Штаты, понимаете, и так, те помогали чуть-чуть, те помогали, там контрабандой что-то подвезли, то есть, да, никто не помогал толком, а что помогало Израилю выжить, вот, в те годы, я уже молчу сейчас, сейчас, конечно, им проще, потому что и государство у них покрепче, да, и денег побольше, вот, а что тогда помогало, я вам скажу, в те годы у них было национальное единство, да, офигенное, вот, как у нас было в, скажите мне, в феврале, марте, апреле прошлого года, когда все, каждый был брат каждому здесь в Киеве, да, ну, те, кто не удрал, потому что те, кто удрал, они этого не застали, они там были, кто в Польше, кто во Львове, кто, ну, кто где там убежал, а мы остались здесь были, да, вот, и вы бы знали, какое было единение, не было вот этого скотства, да, не было воров, не было ничего, не, понятно, что были, наверное, где-то, но не было это так явно и нагло, да, и просто вот идешь, и каждый тебе, мало людей на улицах было, но ты знаешь, что каждый тебе поможет, вот это было так в феврале, марте прошлого года, вот, ну, а потом же начали хитро сделанные, те, которые сбежали возвращаться, ну, и все вернулось, как говорится, на круги своя, вот, ну, вы в курсе, да, те, кто были в Киеве тогда, кто не выезжал, кто никуда не бежал, не драпал, вот, вы очень хорошо в курсе, то есть потом, вот это единственное, куда-то, да, куда-то пропало, растворилось, опять начались там парахаботы, зелебобы, ну, и вы меня поняли, да, это нехорошо, это совсем нехорошо, и нам нужно единство, вот, если у нас будет единство, вот, да, смотрите, Израиль, манюсенькая страна, да, в 47-м, в 47-м году, чтобы вы понимали, они воевали, их было всего 600 тысяч, по-моему, поправьте, если это не так, 600 тысяч, потом, в 56-м году, сколько их там было, полтора миллиона, два миллиона, ну, и против них воюют там одновременно 6 или 8 там арабских стран, да, война на истощение тоже, да, вот это же было, да, то есть капец, 67-й год, ну, их там было 3 миллиона, 4, может, миллиона, да, против них страны с населением 100 миллионов, вот, выкрутились, выкрутились, почему, потому что было, на тот момент было очень большое единение народа, и, что самое главное, в армии служили все, ключевое, еще раз, в армии служили все, невзирая на должности, невзирая, кто у кого папа министр обороны, кстати, вот сейчас сын бывшего израильского министра обороны погиб в Газе, ой, извините, начальник агентштаба, ну, какая разница, это то же самое, это самое, это у них, как у нас заложный, да, чтобы вы понимали, вот, его сын сейчас, он уже не начальник, но, тем не менее, его сын, вот, несколько дней назад погиб в Газе, это, чтобы вы понимали, я не призываю заложного, у него, наверное, нет детей, я даже не знаю, есть ли у него дети, вот, и типачи такого возраста, наверное, нет, наверное, еще молодые, если есть, и, может, нет, у мальчиков такого возраста, я ни о чем, ни о таком не хочу сказать, но, вот, депутатам Верховной Рады, там, да, некоторым товарищам, у которых дети живут в Майами и так далее, и так далее, все знают о таком идет речь, вот, и во прочих Монаках и Куршевелях, видите, как получается, вот, когда, то есть, смотрите, чтобы достичь какого-то, да, допустим, единения, нужно, чтобы законы были не только для жителей сел, а для них были бы для всех, вот, тогда будет все справедливо, и было бы нормально, и было бы очень хорошо, вот, так что, ребята, то, что американцы там проголосовали, не проголосовали, это дело американцев, никакой трагедии в этом нет, главное, чтобы мы были вместе, вот и все. Еще один момент, очень интересный, по поводу республиканцев, да, так вот, по поводу Трампа, над ним все-таки тучки сгущаются, хотел это в отдельное видео вынести, но, все равно, смотрите, Трамп, был опрос среди республиканцев, вот, и, значит, это рейтерс, опрос рейтерс, это серьезный опрос, так вот, сейчас скажу сколько, 31% республиканцев сказали, что они не будут голосовать за республиканского кандидата, ну, не называя Трампа, не будут голосовать за республиканского, за своего кандидата, в случае, если он будет осужден американским правосудием, то есть, шансов избраться из тюрьмы у Трампа нет, вообще, от слова вообще нет, никаких, поэтому, если он будет осужден, там, судя по всему, ну, понимаете, на ровном месте можно, ну, настрочить 5 обвинений, ну, да, можно, ну, 7, у него 92, то есть, вот, все, что он за свою похабную жизнь наделал, видимо, оно ему сейчас икается, начинает порноактрис, которые хоть, не, можно, люби порноактрис, они замечательные женщины, в конце концов, у него же там жены, по-моему, из этого же, из этого же круга, я не очень уверен, ну, по-моему, типа-то, я не говорю, что они такие же, но, где-то из этого же общества, по крайней мере, две из них, вот, окей, любви, это твои вопросы, это нормально, вопрос в другом, что нельзя порноактрисам платить из партийной кассы, насколько я знаю, там, такие именно, вот, обвинения выдвигаются, но это ерунда, порноактриса, то ерунда, там, важное вмешательство выбора и нападение на конгресс, вот это очень важные вещи, и тут, как говорится, уже, я не думаю, что ему удастся отвертеться, тем, что суд Вашингтона уже отказал ему, уже отказал ему в президентской неприкосновенности, он сказал, что, типа, а что, я еще тогда формально был президент, а у меня есть президентская неприкосновенность, и вот ему отказали, вот так вот, то есть, будут его судить по полной программе, там, особенно по вмешательству выбора, там вообще все плохо, потому что его же собственные адвокаты, которые организовывали, организовывали, по его указанию, судя по, ну, это по версии следствия, организовывали все вот эти вот незаконные, с точки зрения следствия, деяния, они сейчас дают на него показания, активно сотрудничают со следствием, поэтому есть очень огромный шанс на то, что Трамп получит свой приговор, тот, который положен ему по американскому законодательству, соответственно, за него, ну, не проголосуют, у него нет шансов победить вообще никого, даже дохлого Ишака, с другой стороны, если республиканцы будут поумнее, я могу просто свою точку, я опять не призываю этого делать республиканцев, слушайте меня и делайте, как вы хотите, вот, но, есть там другой кандидат, ее зовут Никиха, или прекрасный кандидат, и вот, отлично относится к Украине, кстати, один из них, ну, Пенс тоже, вот, вице-президент бывший, к нам хорошо относился, потому что он снялся с Парегонев, да, вот, она относится к нам отлично, и, кстати, вот, по опросам у нее есть абсолютно все шансы победить того же Байдена, вот, если они схлестнутся с Байденом в финале, Никихелли однозначно побеждает, ну, по крайней мере, об этом говорят американские опросы, не знаю, как оно будет на самом деле, вот, то не, и, кстати, у нее нет ни одной судимости, имейте в виду, республиканцы. Продолжение следует...